Как я отношусь к последним предостановкам в России в космосе? Считаю, что это, конечно, отражение просто кризиса государственного управления Российской Федерации, элита, быдлоэлита российского Павла Мараза. Когда в оборонную промышленность возглавляет бывший журналист Международник, а Объединенную космическую корпорацию, бывший банкир, который чуть-чуть приподнял предприятие, выпускающий ФИАТ с 65-го года, и когда Роскосмосом командует генерал, это конец. Когда в последний момент был найден, чем мы будем заниматься Роскосмосом, астероиды будем отбивать. Ну, конечно, дело им нужно. Понимаете, во главе Роскосмоса сейчас должен стоять, во-первых, человек Ранга Королева, носитель проектов на будущее. Второе, космонавтика должна быть тесной вязаной с индустриализацией страны, потому что те технологии, которые создаются для космоса, должны уходить в промышленность. Нет спроса на технологии, это бесполезно, бессмысленно. Российской Федерации космонавтика сырьевая не нужна, ее надо закрывать, можно закрывать, потому что это использование советского старого задела. Если у тебя есть индустриализация, есть великие прорывы, ты должен ставить человека с большими планами, с четкими планами, куда должен идти космос. Вот ближний из прагматический космос, вот космос перспективный. Этот космос перспективный не только для того, чтобы астероиды сбивать, но для того, чтобы строить новую цивилизацию на Земле, чтобы, например, совмещать программы по достижению физического бессмертия с экспансией дальней космоса и так далее. То есть космонавтик должна формировать русское будущее, а это будущее следующая цивилизация. Пока я вижу, ну, просто-напросто, ну, я не знаю, ну, игры там в стране дураков, я не знаю, или игры в городе глупые. Боюсь, что ни бывший банкир ВАЗ, который ВАЗ там якобы вроде бы поднимал, ни бывший журналист-международник, ни, в общем, постсоветский генерал, они космонавтику, к сожалению, не спасут. Сейчас главное ответить на то, зачем она должна существовать. Я сравнивал, я накануне был на тайной вечере по космонавтике, там, советские, собрали советские зубры, кто еще помнит, что такое космонавтика, в отличие от всех белоснекрасных российских. Они сказали, вот вам НАСА, программа НАСА в космосе, и вот программа Роскосмоса. В НАСА, программе НАСА четкие гарантия. Дешевый выход на орбиту, ну, как на самолете. Астероиды, эксперименты на астероиды, попытка астероиды освоить, там прочее, очень четкие были в Роскосмосе. Основы, основа, принципы в государственной политике. Запустить 7 аппаратов туда, 7 туда. То есть никаких целей ясных не имеют. То есть там кризис целей. И пока этот кризис целей будет, пока будут генералы возглавлять, и журналисты, и вазовские банкиры, они люди, например, типа Севастьянова, который делал бывшего главы НПО «Энергия», который, в общем-то, делал беспешные космические аппараты и ставил действительно очень продуманную программу, его выбросили при Путине, поставил лопоту туда. То есть единственного квалифицированного молодого еще человека, с какими-то технократическими советскими тенденциями, с нормальными мозгами, его выбросили с Севастьяновича. И пока вот такие люди не будут поставлены во главе космического теста, и пока страна не выйдет из ВТО, ни насчет новой индустриализации, у нас космоса не будет. Будут взрывы, падения и тихое превращение в музеи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok